АК-12 Но последнее слово всегда за вами АК-12 Это буквально новорожденный ствол Мы имели дело с серией АК на протяжении всего существования серии игр Battlefield Подробнее об этом можно узнать в ролике эволюции серии АК Но в Battlefield 4 нам решили выдать самый новый АК, который разрабатывается уже 2 года Как он попал в серию Battlefield лично мне не совсем понятно Но логика подсказывает, что вариантов было мало, а классика для Battlefield 4 в принципе малопригодна Аргументируя это тем, что на смену большинству каноничного оружия пришла масса эволюционных пушек Но сейчас нам предстоит поговорить об АК-12 АК-12 это первый доступный представитель класса штурмовых винтовок На него по умолчанию одеты модули, что в принципе в новинку для серии игр Battlefield На бета-тесте этот ствол показал себя абсолютным зверем В результате чего многие решили, что в руки к игрокам попал истинный наследник M16A3 из Battlefield 3 Или Абакана из Bad Company 2 Но в этой части все складывается не так с самого начала Первое, что произошло с этим стволом, его порезали Прямо перед самым релизом игры Выжмаши трудятся в правильную сторону, а DICE сознательно ввела санкции на АК-12 Но об этом чуть позже Итак, классическое зачтение ТТХ Урон 25 максимальный, 18 минимальный Темп стрельбы 650 выстрелов в минуту, как на Википедии, в режиме автоматического огня В режиме отсечки 750 И вот тут с Википедией идет полное расхождение Перезарядка средняя 3 секунды пустой и 2,05 тактическая Как вы заметили, полное расхождение с реальностью идет после релиза Battlefield 4 Этот ствол был нереально опасен на любой дистанции Дублировал Абакан из Bad Company 2 на все 100 И в принципе был неким эксклюзивом в игре Сейчас ситуация изменилась так, что мы не можем убивать орд врагов на коротких дистанциях Средние и дальние дистанции дают нам возможность работать с этой штурмовой винтовкой, как ни в чем не бывало Ствол в принципе отличный Практически у него нет конкуренции У АК-12 очень много преимуществ Например, полный контроль от дачи Всегда есть возможность компенсировать ее Кроме того, она предсказуема и ее легко проследить Но есть и минусы После тотального нерфа это абсолютная ненужность стрельбы с отсечкой Что было нереальной фишкой Беспомощность в ближнем бою из-за долгой перезарядки И относительно низкого темпа стрельбы Если вы используете ствол на дальних и средних дистанциях То эти проблемы обойдут вас стороной Но эффективность все равно надо повышать И чтобы ее повысить, расскажу, что одеть Прицел на ваш вкус, предпочтение Отдайте кобре, койоту или чему-нибудь трехкратному Аксессуары магнофайр к коллиматору Угловая мушка для трехкратных прицелов Ствол ставим утолщенный Это же АК С утолщенным стволом точность повышается на 50% Но и отдача соответственно тоже на 50% становится выше Угловая рукоять уберет начальную отдачу на 33% Сделает стрельбу более плавной, податливой И АК-12 превратится в рабочую и очень удобную машинку Итак, что же делать с АК-12? Однозначно брать и играть с ним Особенно если вы только что купили Battlefield 4 Ствол хороший Вблизи не Гош А что делать Дайсом с АК-12? Здесь вариантов на один больше Либо давайте патч в обратную сторону Но тогда АК будет полуимбовым Либо выпускайте АН-94 об АК Потому что не хватает настоящей русской палки-нагибалки АК-12 получился очень злобным стволом Прямо как фамилия его конструктора Однако продержаться в образе злого русского Его выдалось совсем чуть-чуть Но еще одно доказательство надежности русского оружия Нам демонстрирует именно АК-12 на своем примере Даже после нерфа с ним можно и хочется играть С вами был Хайт Увидимся на поле боя Не забывайте подписываться И посмотреть на ссылки в описании Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok